Понимаете, что человек едет не один, и там очень много россиянцев наших. Ну, то есть, подождите, пригласили изначально Игоря Косутурова, да, или как там его делать, а потом он своих ребят подтянул, и что? Существует база для обучения, они на этих базах тренируются. Соответственно, вот, ЧВК Вагнера, они же тоже работают с ним, обучают. Соответственно, допустим, вот мы, да, живем своим кругом, ну, в течение месяца-двух, да, подготовка идет, потом приходит борт, да, им говорят, вот половина сейчас забираем, половина остается следующего борта. Они отказываются, этим бортом не летят. Ну, они под ним гуртом как бы, да? Да, 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 вот он приехал, месяца два там побыл, приехал сюда, все, он говорит, жду от командира звонка, все, и они свернулись буквально, может, улетели толстки, и тогда уже вторым бортом они. Потом какая-то была информация? Да я вот за неделю до смерти с ним разговаривал. Что он как описывал, как условия, как служба? Все нормально, служба идет, они охраняли какой-то завод. А выплаты какие-то родственникам будут в связи с потерей кормильца там, ну, вот как-то так, как принято? Да, должно быть. Ну, озвучивают сумму, ну, пока я не знаю. Ну, какую-то озвучивают-то? Чего говорят-то? Их же собраться у них. Ну, они, так они вот что-то меня узнали потом, что я разговаривал. Вам какую сумму озвучиваю? Три миллиона. Три миллиона за одного человека погибшего. А если не секрет, кто озвучивал? Ну, не в самом персонале, откуда, из чувака Вагнерова, имеете ввиду люди. Да? Я правильно понял? Правильно, правильно вы понимаете. В Сирию, вот он когда отправлялся, он вам как сказал, как он сказал, что я поеду в Сирию? Ну, его, видимо, затянули эти вот автоматы, вот это все, он уже через полгода начал уже скучать, как бы все там, вот там моя ласточка, он все называл свой автомат. Я его отговаривала и по-хорошему, и чуть ли не до развода, но я как бы вижу, что тут, ну, бесполезно что-то мне делать, потому что он уже все намылился, вот они пробили эту дорожку, как говорится. В смысле, что он психологически уже не мог жить в нормальном мире без войны, вы об этом говорите? Нет, не без войны, а вообще, как бы, что ему нужно было, вот это армейское, вот это вот, тренировки, вот это все, они сами здесь по себе бегали, каждую там неделю, что ли, собирались там. А у него воинский опыт до этого, какой воинской службы? Ой, я не знаю даже. Они 12-й служили бригаде ГРО? Ну, у вас была Азбестовская, это? А, нет, нет, нет. А он срочно это где-то служил? Да нет, у него вот два, вот этот второй выезд у него, вот Донбасса. Нет, а в срочную службу он служил или нет? То есть, он на Донбасс, когда приехал, он впервые вообще оружие, что ли, получается, в руки взял, так что ли? Ну, вот почему армия-то у него уже какая-то, наверное... А, ну, мы говорим вот про срочную службу. Да, нет, там, нет. А у него, как бы, вот по военной-то специальности он кто был? Проборщик. Ну, это с Донбасса у него, вот это... Позволите? Да, не дали, и, как бы, вот книжечка. Это он получил уже... А удостоверение, это на Донбассе он получил, это где, ЛНР, ДНР? По-моему, ДНР. Давайте посмотрим. Пожалуйста. Кем подписано? Атаманом. Атаманом? 5 ноября 16-го года.